Выводы сделаны. Авиакатастрофа в Сочи не повлияет на полеты лайнеров. Теплая зима. В самарском поселке Управленческий построит современную котельную. Самые популярные презенты на Новый год. Что собираются дарить самарцы, какие подарки хотят получать сами. Как провести главную ночь года. Астрологи советуют придерживаться семейных традиций. Скучать не придется. Куда пойти в рождественские каникулы. Авиакатастрофа в Сочи не повлияет на дальнейшую эксплуатацию самолетов Ту-154, произведенных в Самаре. Об этом заявил член правительственной комиссии по расследованию происшествия начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Банетов. Эти самолеты неплохо себя зарекомендовали. Они проходят техобслуживание. Ремонт проводится в соответствии с графиком, рассказал Сергей Банетов. Потерпевший крушение Ту-154 был сделан в Самаре в 1983 году. В последний раз лайнер проходил ремонт на авиакоре в 2014. Озвучивать версии авиакатастрофы члены комиссии не стали. Окончательные результаты ожидаются в январе. Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Бесперебойное тепло в каждый дом. В новом году в поселке управленческие начнется строительство новой котельной. Сейчас жилые здания теплом на улице «Зеленой» снабжает 6-я исправительная колония. Из-за этого проблемы с отоплением у жителей были несколько лет. Вопрос удалось решить в этом году. С подробностями Алина Чемерис. Такой батареи у нас никогда не было, вернее, давно не было. Она, наверное, была такой, когда мы только заселились в этот дом в 1991 году. Тепло у нас, температура воздуха была 17-16 градусов, до 14 спускалась. А сейчас 21-22, как бы комфортная температура. Тепло в квартиру Ирины Солощевой перестало поступать в 2012 году. Ее дом отопливается от котельной исправительной колонии номер 6. Она находится рядом. Женщина рассказывает, сначала остыли батареи, а потом вместо горячей воды из крана потекла холодная. Прошлый год вообще был ужасный. 15-16 год, зима, это было что-то страшное. Я приходила с работы, постоянно была в подвале, сливали, крутили. Потому что сантехники у нас просто ночевали. Мы и сами тут, как сантехники. Кроме Ирины, тепла лишились и жители соседних домов. Люди начали жаловаться во все инстанции. В результате в мае обратились в местную прокуратуру. Вскоре собралась комиссия, представители городской администрации, управляющих компаний, колоний и поставщики ресурсов. Проблему решили быстро. Пригласили специалистов Ростехнадзора для того, чтобы понять, в каком состоянии котлы. Поняли, что состояние там ужасное. Заставили колонию исправить эту ситуацию. Они котлы все отремонтировали. После этого установили горячее водоснабжение. В настоящее время горячее водоснабжение и отопление подаются им в тех параметрах, которые должны быть. По мнению экспертов, котельная, принадлежащая колонии, не должна снабжать теплом соседние дома. Чтобы отопление и горячая вода исправно поступали в квартиры жителей, в следующем году в управленческом начнется строительство новой котельной. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В предпраздничные дни в Самаре водители после встречи с инспектором ДПС уезжали только в хорошем настроении. Все дело в специальной акции. У дороги с полосатой палочкой дежурил сам Дед Мороз. Что он доставал из волшебного мешка для автолюбителей, знает Андрей Горгуленко. Внимание! На дороге дежурит инспектор Дед Мороз. Но вместо штрафов он со Снегурочкой проверяет, насколько хорошо водитель отгадывает новогодние загадки. Самых аккуратных и правильных водителей награждают памятками, чтобы в новом году нарушений было еще меньше. Главная цель этой акции – изменить сознание людей, что встреча на дороге с инспектором – это что-то плохое и отрицательное. Данное мероприятие у нас профилактически, и в том числе имиджевый характер для сотрудников ГИБДД, для того, чтобы водители с пониманием относились к тем задачам, которые выполняют сотрудники госавтоинспекции, понимали, что они находятся на службе, и остановка водителя в том или ином случае направлена, в первую очередь, на то, чтобы предотвратить даром транспортных происшествий. Останавливали с поздравлениями пешеходов. Им за сознательность ко всем подаркам дают еще и светоотражающий стикер. Внимание к пешеходу со стороны сотрудников ДПС – оно тоже ценно, потому что важно чувствовать себя членом этого общества, членом дорожного движения. Иногда это забывается. Пешеходы – это такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты. Они также обязаны знать все правила дорожного движения, и, соответственно, их должны соблюдать, потому что своими действиями они могут создать аварийную ситуацию. Полезные подарки, хорошее настроение сотрудники ДПС и участники Самарского клуба такси подарили 100 водителям и 20 пешеходам. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Из Москвы вернулись воспитанники Самарской музыкальной школы имени Чайковского. Они выступали в Кремлевском дворце в составе детского хора России. Дирижировал уникальным коллективом Валерий Гергиев. Хор из тысячи юных исполнителей со всей страны, как всегда, готовил новогоднюю программу. Но из-за трагических событий в Сочи репертуар изменили. Концерт в Кремле посвятили памяти погибших пассажиров и экипажа Ту-154. И мы представляли, когда пели, что они нас видят, и мы пели именно для них. Это было очень внезапно, сложно, но ради такого, ради траура, мы, конечно, были готовы выучить цирку программы. Ехали с традиционным выступлением в Кремле новогоднем, но, к сожалению, произошло такое несчастье у нас в стране, и поэтому концерт был изменен. Мы исполняли печальную достаточно музыку известных композиторов, треками в том числе. Дед Мороз, Баба Яга, Поросята, Царевна Лягушка, Левша и Блоха. Кого только не встретишь в театрах и музеях Самары под Новый год. Спектакли, концерты, выставки. Точное расписание всех событий можно найти на сайте городской администрации. Что, где, когда, расскажет Марьяна Мирная. Праздничное настроение самарские артисты создают для детей уже неделю и продолжат вплоть до 8 января. В театре юного зрителя, как водится, ребята делятся на тех, кто постарше и помладше. Одним – няня из Поднебесья, другим – сказки Пушкина. Это такая маленькая хулиганская история, где мы, казалось бы, взрослые люди, с удовольствием играем. Ну, я-то взрослый персонаж, а все остальные ребята, они играют как бы детей, которые играют в эти сказки. В театре оперы и балета все праздничные дни, мюзиклы «Бременские музыканты» и «Карлосон» и балет «Белоснежка. Семь гномов». Театр «Кукол» на базе Дома актера для самых маленьких показывает представление «Три поросенка». Везде перед спектаклями, конечно, «Елка», «Дед Мороз» и «Снегурочка». Не исключение Дом офицеров, где идет тайна хрустального башмачка. Главное, чтобы родители в себе вспомнили сказку и несли ее всю жизнь. И помни, что для детей это самое главное, чтобы родители их не забывали. Больше 800 различных спектаклей, концертов и выставок пройдет за праздничный период в Самаре на любой вкус и цвет. Самое важное, что актеры, как всегда, подошли к делу с душой и профессионализмом. Пьеса очень хорошо написана, очень много юмора. А посыл такой, что надо трудиться много, но в то же время не забывать про хитрость, ловкость, умение рук своих и надеяться только на себя. Находясь дома, я дышу здесь. Я понимаю, что здесь праздник и мне хочется сюда, на сцену. В музее Алабина невероятные приключения сказок. В камерной сцене долгоногий Хольгер. Не стоит забывать также о площади Куйбышева, где каждый день гостей ждут интерактивные представления. Мариана Мирная, Валерия Макарова, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Что под елкой мы найдем? Самарцы готовят сюрпризы для своих родных и близких на Новый год. Google советует дарить чайники, скатерти и подушки. Но в Самаре в тренде оказались совсем другие вещи. Горожане сделали выбор в пользу уютной и теплой одежды. Ведь ничто не согреет в январские морозы так, как шерстяной свитер или носки. Какие подарки покупают жители города для своих домочадцев, расскажет Сергей Ромашов. Тепло в ногах, тепло в сердцах. Хит этого подарочного сезона – уютные носки. Почти все самарцы покупают для своих домочадцев именно их. Продавец Дарья Бегова и сама готовит для близких такой сюрприз. Говорит, что традиция дарить носки пришла к нам с запада. Ну вот носочки – это же с Америки у нас пошло, что вот это там носки кладут конфеты, носочки – это символ Нового года, поэтому носочки у нас быстро разлетелись. У каждого самарца есть свои доводы в пользу выбора носков в качестве новогоднего подарка. Например, Елена Танаева рассказала нам удивительную притчу о Николае Угоднике. Празднуем Новый год, люди мы православные, а все знают притчу про Николая Угодника. Как он на носочки положил три золотые монетки и на Новый год вручил девушкам бедным, нуждающимся. И отсюда как бы пошла традиция в носочки складывать какие-то сувениры. Может, эту же притчу слышал из Санта-Клаус, поэтому на Западе появилась такая же традиция, но не носками едиными. В этот предновогодний сезон в тренде оказались туфли и пижамы, духи и сладости. Многие дети найдут под елочками куклы и машинки. Вариантов масса. Едино-самарцы в одном – плохих подарков не бывает. Ведь любой сюрприз – это уже счастье. Плохих подарков на Новый год просто не бывает. Главное, чтобы подарок был сделан с душой. Как нам кажется, очень символичным было бы подарить родному человеку вот такого свадкого петушка. Сергей Ромашов, Максим Гусев, События. Как встретить Новый год так, чтобы все было хорошо? Что предрекают звезды и какие советы дают опытные исправляльщики праздника? Узнавала Мариана Мирная. Рыбам следить за здоровьем, тельцам – денежные поступления, овнам – контролировать эмоции, козерогам – избавиться от лишнего. Астролог Татьяна Семчук на своих картах видит все, что принесет наступающий год петуха. Львы и девы на особом положении – фавориты года. Но везунчиками можно назвать тех, кто рожден под знаком весов. Весов ждет колесо фортуны в этом году. Это говорит о том, что что бы весы ни делали, им разрешается в этом году быть самим собой. И небо в этом году решило их просто побаловать. Видно, в том году они хорошо потрудились. И поэтому каких-то серьезных задач и испытаний для них нет, не будет. Чтобы Новый год был удачным, нужно быть со своей семьей и соблюдать традиции. Так принято в семье Макаровых. Наряжать елку, готовить и петь любимые песни. Главное – всем вместе. Такая необычная, очень раритетная игрушка у нас есть. Игрушку эту мне подарил мой друг Сергей Шевченко, который работает художником по свету в Большом театре. И когда я приезжала в Большой театр, мне вот такую игрушку подарили. Эта игрушка – символ музыки в нашем доме, символ творчества. В большой семье и традиции велики. Каждый год собираются все вместе и даже готовят творческие номера. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Звезды говорят, наступающий год петуха обладает женской энергией инь. И женщинам вести будет больше, чем мужчинам. Чтобы усилить удачу в делах любовных, нужно выполнить особый ритуал. 3 января в 10 утра начать 40 минут. И сделать это ровно 20 минут до 11. Нужно будет взять какую-то ленточку, можно розовую, можно золотую, и завязать на ней 7 узелочков. Причем прежде чем узелочек мы завязываем, мы будем проговаривать свое желание. По восточному календарю год петуха наступит только 28 февраля, и он полноправно вступит в свои права. И по прогнозу астролога, уже с марта у всех знаков зодиака начнутся позитивные изменения в жизни. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре остановили деятельность нерегального цеха по производству алкоголя. Полицейские изъяли более 120 тысяч бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции. По данным следователей, ее стоимость составила более 19,5 миллионов рублей. Проведенная экспертиза образцов, готовой к реализации спиртсодержащей жидкости, показала, что она представляла опасность для жизни и здоровья человека. Узнать о своих долгах можно прямо перед вылетом или сразу после. В аэропорту Курумыч судебные приставы Самарской области провели акцию. Вылетающие граждане смогли ознакомиться с работой электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», при помощи которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их. Самарцев предупреждают об опасности выхода на водоемы. Особую угрозу лед представляет для детей. В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот. В избежание несчастных случаев на водных объектах Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода на лед, а также желающим пройтись по реке Волга. Сюда на воздушной подушке не будут ходить по маршруту Самара-Ширяева до 3 января. Из-за тумана ограничена видимость до 500 метров, а также из-за большого количества торосов, ледяных глыб на участке в районе Подгор. Сейчас предпринимаются все меры для качественной расчистки затруднительных участков, чтобы восстановить движение по указанному маршруту. На площади Куйбышева запустят фейерверк в честь Нового года. Он стартует в ночь с 31 декабря на 1 января в час ночи и будет длиться 10 минут. А в 22.30 начнется праздничная программа. Также 31 декабря Самарцы смогут увидеть световое шоу «Полетели в Новый год». В 21.00 фасад театра оперы и балета станет огромным экраном, на котором будут транслироваться мультимедийные новеллы. Парковаться рядом с площадью Куйбышева в новогоднюю ночь запретят. Речь идет о Вилоновской и Красноармейской. Ограничат движение транспорта на улицах Чапаевской и Шостаковича. Погода на новогодних каникулах будет радовать. Синоптики обещают небольшой снег, туман, слабый гололед и температуру выше средних значений. А все благодаря теплому и влажному воздуху с Атлантики. Идеальная погода для прогулок несколько испортится ближе к Рождеству, когда температура начнет снижаться до 20 градусов мороза. Сердца хвачены волнением, стихи вальса, руки сплетены. Кадеты Самары собрались на традиционный областной бал. Полонез, Подыграс и шотландскую польку танцевали волнительно и старательно. Среди юношей в погонах и дам в вечерних платьях вальсировал и Андрей Горгуленко. Галантные кавалеры и прекрасные дамы словно парят над паркетом, перемещаясь от партнера к партнеру. Все движения легкие и аккуратны. Неотразимо выглядеть на областном кадетском балу. Помогают долгие и упорные тренировки. Мы учили и репетировали три дня в неделю. Каждые тренировки были по два часа. Платье долго выбираешь? Да. Новогодний кадетский бал проводится с 13-го года и стал уже доброй традицией. Для молодых людей это замечательная возможность прикоснуться к культуре прошлого. Одной из подготовок кадетов является умение танцевать, умение вести светскую беседу, умение себя показать. Не только боевая и спортивная подготовка. По сути это уже стало такой хорошей традицией, когда более ста кадетов со всей области, из кадетских классов, из кадетских корпусов собираются и вот в такой обстановке торжественной мы приобщаются к традициям прошлого. С каждым годом областной бал вызывает у кадетов все больше интереса и организаторы уверены, скоро потребуется своя отдельная площадка, которая сможет уместить всех желающих. Андрей Горгулинко, Дмитрий Мешканцов, События. Национальные игры, народные танцы и песни, русский хоровод. В Доме пионеров прошла фольклорная елка. На нее собрались полторы сотни детей со всей губернии. Все они совершили волшебное путешествие в сказочный городок Берестечка. Новогодним настроением зарядилась и Алина Чемерис. Игра под названием «Маша и Яша» – аналог современных жмурок. Так народ играл еще сто лет назад. Сегодня старинные традиции вспоминают на фольклорной елке во дворце детского и юношеского творчества. Девушки сидят дома, делают работу по дому. Мужчины работают как бы в поле. А вот на мероприятиях вроде вечерок, на хороводных полянах, где они собираются все вместе, они могут знакомиться, общаться, отдыхать, вместе развлекаться. Кроме национальных игр, детей учат правильно водить хороводы, предлагают стать частью кукольного представления. Здесь же викторина на знание русских народных пословиц. Здесь очень интересные люди есть, с которыми интересно общаться. И, знаете, здесь такая атмосфера у нас потрясающая. Этническая елка в Доме пионеров проходит уже 20 лет. Народные традиции, игры, ремесла сегодня здесь собрались почти два десятка творческих коллективов со всей губернии. Это настоящее путешествие в сказку, в городок Берестечка, где правит царь Горох. Участники фольклорной елки встречаются и летом на профильной смене пионерского лагеря. Своего сказочного правителя дети всегда встречают тепло. Но судя по их реакции, судя по их любви, которой они постоянно идут по коридору, вот они обнимаются, царь Горох приветствует. Я думаю, что детям это очень нравится, это им по душе. Мы убедились, насколько детям важно и нужно погружение в свою историю и к своим корням. И вот вы даже загляните и увидите, что ребята с огромным удовольствием, наверное, на генном уровне, где от сердца идет вот этот импульс, что это наше, что это родное. Они с удовольствием поют, с удовольствием играют в эти игры. Завершилась этническая елка праздничным концертом. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Но память о тебе останется вечно, покуда на дистанции наш лыжный эшелон. В Самаре прошла традиционная гонка памяти в честь ушедших из жизни спортсменов и тренеров Самарской области. Среди них и руководитель департамента спорта Виктор Ольховский. Ему было всего лишь 45 лет. С лыжной базой «Чайка» репортаж Андрей Горгуленко. Легкий морозец и бесснежная погода – идеальные условия для проведения лыжных гонок. Подтверждают это сервисеры, готовящие амуницию спортсменов. Сегодня вообще хорошее скольжение, потому что свежего снега нет. И вообще в лыжне лыжи должны хорошо ехать, потому что она уже накатана и глянец там появился. Поэтому я думаю, что скольжение будет хорошее. Ну и со смазкой проблем как бы нет. Лыжники перед стартом волнуются. Хоть и соревнования дружеские, проявить свои сильные стороны все равно хочется. Конечно переживаю. Блин, ребят соперники все сильные здесь. Нету слабых. Потому что я переживаю и думаю, все же на победу надеюсь. Гонка памяти проходит уже в 46-й раз. Ежегодно в ней участвуют свыше 500 лыжников всех возрастов. Дистанции бегут от 3 до 30 километров. Посвящена гонка спортсменам и тренерам Самарской области, которых уже нет в живых. Ольховские, Александрийские – это все великие люди. Выступали, они защищали нашу область на спартакиадах, на спартакиаде России, на спартакиаде Советского Союза. Вот, к сожалению, их нет. Рано все ребята ушли из жизни. Но приходим каждый год, чтим память выдающихся людей, поддерживаем, так сказать, с семьями общаемся. И знать, и помнить их имена – это очень важно. И мне кажется, важно и для родных и близких, что их помнят. И важно для молодых спортсменов, которые сегодня выходят на лыжню и все-таки защищают честь свою личную, но и честь области и России. Это те соревнования, когда совершенно не главное, кто одержал победу. Важнее всего атмосфера единения лыжно-спортивного сообщества. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. Настоящего лыжника темнотой не испугать. Тем более, что в Самаре с 2013 года проводятся необычные лыжные гонки – ночные. Валерия Макарова расскажет подробнее. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Итоги года. Самарцы стали больше заниматься спортом. В канун Рождества самарские лыжники устроят ночную гонку. Хоккеисты клуба «Лада» закончили год победой над Салаватом Юлаевым. Встреча с уфимским Салаватом Юлаевым для хоккеистов «Лады» стала завершающей в этом году. В очередном матче чемпионата КХЛ волжане смогли реализовать первый же свой момент. Автором забитой шайбы стал Денис Зернов. Следующую закатил в сетку на шестой минуте Виктор Комаров 2-0. Гостям одну шайбу удалось отыграть, однако несколько удачных атак «Лады» увеличили их преимущество. В концовке гости попытались отыграться, но времени для этого у них не хватило. 6-4 – итоговый счет матча. 5 января в Самаре состоится традиционная пятая ночная лыжная гонка. На территории учебно-спортивного центра «Чайка» в скорости сразятся лучшие лыжники региона. Участникам предстоит покорить снежные трассы в Сокольях горах. Предусмотрены дистанции 5, 10 и 15 километров свободным стилем. Старт дадут в 18.00. Напомним, первая ночная лыжная гонка прошла в Самаре три года назад. Особенность ее в том, что соревнования проходят в темноте, и спортсмены ориентируются на трассе с помощью налобных фонариков. В следующем году в Самаре планируют провести более 300 официальных спортивных соревнований. Уже в начале января стартует всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба». В феврале Самара традиционно присоединится к лыжне России. Как отмечают в городском департаменте физической культуры и спорта, увеличилось число самарцев, которые постоянно занимаются спортом. По сравнению с 2010 годом их количество возросло на 13%. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих планшетов и смартфонов на базе Android и iOS. Всем удачи! Увидимся! Продолжение следует...